Кафедра номер один. Когда-то под этой табличкой скрывалась одно из самых секретных учебных произведений военных. О том, что здесь изучают ракетустроение, знали очень и очень немногие. И теперь у нас есть возможность заглянуть туда, где учились те, кто потом завоевывал преимущества для нашей страны в ракетной технике. В спецкабинет 21 здесь хранятся учебные пособия или, как говорят специалисты, материальная часть. Его вместе с кафедрой открыли в 1946 году. То есть уже через год после победы над Германией было ясно, что за ракетами будущее. И студентов кафедры обеспечивали лучшей матчастью, которая уже стояла на вооружении. Ракета Р-5М конструкции Сергея Королева. До конца 60-х основной ракетный щит нашей страны. Первая ракета в СССР с ядерной боевой частью. После снятия их с вооружения, они нашли себе научное применение. С их помощью запускали в стратосферу метеорологическое оборудование. И это единственный экземпляр ракеты, который дошел до наших дней в полной технической сохранности. Эту ракету передали на кафедру при личном содействии Королева. Но более поздние экземпляры были настолько секретными, что некоторые их тактико-технические характеристики достоверно неизвестны до сих пор. Это, пожалуй, самое массивное учебное пособие на кафедре. Ракета 8К-99. Для того, чтобы поставить ее сюда, пришлось разработать целую спецоперацию с перекрытием Московского проспекта и Красноармейская улица. Вот это вот камера, в которой сгорает огромный предотопленный заряд, чтобы доставить ракету на межконтинентальную дальность. Это более 10 тысяч километров. На вооружение она так никогда не была принята. Но на ней отработаны все решения, которые используются в современных баллистических ракетах, включая воеводу, которую за океаном называют «Сатана». Это мозг ракеты 60-х-70-х годов. Бортовой компьютер, или, как говорят специалисты, бортовая цифровая электронно-вычислительная машина. По мощности уступает даже современному смартфону. Но вряд ли ваш смартфон сможет выдержать 100-градусную температуру и сильнейшие вибрации. Основа кафедры — преемственность. Вот на этой фотографии конца 40-х группа студентов изучает немецкую трофейную ракету «Фау». Крайний справа — Владимир Клейман, который впоследствии станет примером для студентов современных. Он отправился в МИАС, в КБ Макеева. Это все подводные ракеты. Он был заместителем генерального конструктора по подводным ракетным системам. Это вот то, о чем президент говорил, это вот наследие. Наследие, да, именно. По словам доцента кафедры Михаила Ахачинского, секрет этой связи научных поколений в простом принципе — смотри и учись. Почему эта ракета устроена так, а не иначе? И если поймешь, следующее поколение конструкторов будет учиться уже у тебя. Я бы всегда думал, что ракеты, они металлические. Все из металла сделаны. А вот тут какой-то материал такой странный. Что это? Нет, ну действительно, ракеты делали когда-то из металла, потом перешли на неметаллы. Вот этот материал, вот, это фаянс. Главная часть этой ракеты, она должна была пропускать радиоволны, поскольку там стоит система наведения. Ну, поэтому сделали вот такого... То есть экзотического металла фаянсового, да. Похож на это, на то, что у нас в сантехнике стоит. Да, наверное, правильное сравнение. А самым выдающимся выпускникам разрешается оставить автограф на корпусе ракеты С-75 «Волхов», одного из первых учебных пособий кафедры. Аналогичное сбило самолет разведчик пилота Пауэрса в 60-м году. И наверняка многие из тех, кто оставил автограф, до сих пор помнят, как сдавал экзамен по устройству этой ракеты. Гречка, Гречка, Крикалев наш выпускник. А вот здесь есть интересный автограф, вот он, Кирилл Юрьевич Лавров. Лавров? Актер, да. Он играл конструктора Башкирцева, прототип Королев, в фильме «Укращение огня». Поэтому мы попросили его здесь оставить автограф. Зажигание. Понял вас. Зажигание. Подъем. Слышишь меня? Счастлива тебе! Поехали! Эта связь едва не прервалась в 90-е. Ракетная отрасль, как и вся страна, переживала непростой период. Были планы отдать помещение кафедры под офис банка, а уникальные экспонаты продать по цене металлолома. Но, по мнению сотрудников кафедры, наше ракетостроение оказалось гораздо сильнее, чем вызовы времени. Вообще ракетостроение – своеобразная отрасль. Люди там увлеченные, не только стремятся, как говорится, много заработать, и это тоже есть. Но им важна еще сама идея, сама возможность сделать нечто новое, чего до тебя не делали. И последние события ясно дают понять. Делают. И в небо снова летит ракета, которая из фейерверка, развлечения, придуманного китайскими учеными еще до нашей эры, сегодня стала символом. Символом движения вперед. Антон Цуман. Пульс города.